Добрый вечер, дорогие друзья! С вами вновь Рашев Шоу на телеканале Atomiken Business Channel. И вас приветствую я, Держан Рашев. Друзья, буквально на этой неделе президент нашей страны призвал бизнесменов тратить деньги на благотворительность. И, конечно же, я не мог не пригласить в нашу студию человека, который разбирается в благотворительности лучше всех в нашей стране. Друзья, встретяйте человека, гостя, который не нуждается в особом представлении. Сегодня у нас в гостях директор Общественного благотворительного фонда Добровольное общество «Милосердие» Ружан Саин. Ружан, добрый вечер. Спасибо еще раз, что вы к нам сегодня присоединились. Вам спасибо, что позвали. В первую очередь я хотел вас поздравить с 11-летием вашего благотворительного общества «Милосердие». Очень большую работу вы делаете, и я на самом деле хочу использовать момент, чтобы вам выразить свое восхищение, признание. Детально слежу за вашей деятельностью в соцсетях, в фейсбуке и так далее. За всеми вашими… За нашей неорганизованной стихийной деятельностью. Да, да, да. Но я хотел начать вообще наш разговор с вопроса, как вы начали заниматься благотворительностью. Наверное, его вам заедут на каждом интервью, эту историю все знают. Немножко переформулируем, почему в стране, мы сейчас будем откровенно говорить, где, скажем так, социальная деятельность, она не стоит в приоритете. Сейчас, в принципе, у нас общество пытается зарабатывать деньги, и это стоит в приоритете. И все благотворительность, на самом деле, тоже рассматривают как бизнес. Вы не могли бы немножко поподробнее рассказать, как происходит, допустим, сбор денег в вашем доме, куда эти деньги уходят для обывателя, для человека, который в этом не совсем разбирается, в том числе для меня, да, потому что, ну вот, мне, у меня это немножко скептицизм вызывает и вопросы, соответственно, вызывает. Благотворительность – это бизнес или все-таки это нечто другое? Благотворительность – это такая нормальная часть жизни государства любого. Я отношусь к благотворительности как к тому, что это такое must have. То есть мы в любом уважающемся государстве, обществе должны быть различные социальные проекты, которые будут направлены на то, что граждане страны будут помогать друг другу в решении каких-то проблем. Когда мы помимо того, что платим налоги, мы еще делаем что-то безусловно, да, друг для друга. Я хочу сказать, что в любом случае те процессы, которые возникают при вот этой помощи, они нуждаются в организации. Они должны быть как-то выстроены, и они регулируются, как правило, налоговым кодексом, административным. Любой фонд или НПО должно быть зарегистрировано, да, в какой-то форме, что это. Но при этом мы еще не дошли до того состояния, как-то к благотворительности относятся больше, так скажем, даже еще серьезнее, чем к бизнесу. Потому что если мы говорим о том, что для бизнеса нужно создавать условия, для бизнеса должен быть определенный климат, когда люди пойдут не на госслужбу, а они пойдут создавать рабочие места, быть самозанятыми, платить налоги. И, собственно говоря, это очень важно. В благотворительности, к сожалению, у нас нет должного уважения. В том плане, что благотворительность, она тоже делается людьми, и это тоже работа. Вот у меня сотрудники в любой организации, ну, возьмем ООН, да, например, это тоже же неправительная организация. Есть люди, для которых это дело, которое не может существовать само по себе. То есть у нас принято считать, что если ты хочешь заниматься благотворительностью, то ты должен, ну, я не знаю, там, существовать на какие-то минимальные деньги, по остаточному принципу тратить свое время и так далее, и так далее. Это труд, который должен соответствующим образом оплачиваться. Оплачиваться. Это налоги, которые с каждой заработной платой и там стоят деятельности. Мы не облагаемся, например, НДС, КПН, но в те остальные налоги мы платим. Поэтому для меня это вопрос был серьезнее, чем бизнес. Я тоже бизнес-вумен, так скажем. У меня и телекомпания. Я создаю рабочие места. Я плачу все налоги. У меня опыт 25-летний в этом. Ну, может, даже больше, если считать, что продавать газеты в 13 лет – это тоже бизнес. Вот. И я прекрасно понимала, когда мы открывали фонд, что это такое. Что это не просто «дайте денег». Но так случилось, что когда мы, как волонтеры, вот, собирали деньги на первого ребенка, на Вову, мальчику, у которого были косы, ему нужно было 85 тысяч долларов на трансплантацию костного мозга, появилось три юридических лица, которые в совокупности, они жертвовали 75 тысяч долларов. Это практически вся стоимость операции. Но они это готовы были сделать только при условии, что мы зарегистрируем фонд. Потому что тогда отношение к благотворительным фондам было ужасное. То есть юрлицо необходимо. Да, потому что они не могут перечислить деньги маме на карточку, как юридическое лицо. Они могут снять и передать наличными. Они не могли перечислить в клинику зарубежную. То есть они говорят, мы готовы, но чтобы правильно провести это в рамках наших компаний и нашей деятельности, вы должны стать благотворительной организацией. И вот мы буквально за три недели зарегистрировали фонд. Для нас это вопрос еще помимо доверия, еще и того, что мы хотим быть защищены. И прозрачность нас защищает. Вот на сайте фонда в разделе отчеты на 3ддеддом.кз люди могут увидеть все данные о поступлениях, наших оплатах за лечение детей. Потому что подарить детям жизнь – это самое наше основное по финансам, то, что тратится на... Но при этом какая-то господдержка у вас есть, да? У меня было три встречи с главой государства. И президент является человеком, который жертвует деньги в наш фонд. Это огромная, конечно, честь, потому что это тоже говорит о том, как мы работаем, да? На сегодняшний день мы очень много работаем с госорганами в плане решения наших проблем. Потому что все равно цель фонда – не собрать как можно больше денег и отправить как можно больше детей. Цель нашего фонда – добиться системных решений внутри государства, чтобы не надо было собирать эти деньги. Есть такая теория, да, что на самом деле благотворительность иногда хуже делает людям, потому что она не решает системных проблем, то, о чем мы говорили. То есть если просто раздавать деньги нуждающимся, да, это на самом деле в конце концов не совсем помогает, да? А если вложиться в их образование, к примеру, либо вложиться в решение, опять-таки, системных проблем здравоохранения в том же, да, не обязательно будет там ребенка отправлять в ту же Корею или в Израиль, а можно будет его лечить здесь. Вот как вы к этому вопросу подходите? Мы когда начинали вообще нашу работу в 2006 году, самым массовым диагнозом в итоге оказался врожденный порог сердца. Это порядка трех тысяч детей, которые рождаются в Казахстане в год, и из них 80% не доживало до года, потому что у нас не было кардиохирургии новорожденных. Прям вал детей приходил, у которых такой диагноз, и это везде было. Это не что-то из такого ноу-хау, да, как бы каких-то последних достижений. Эти диагнозы лечатся, оперируются уже давным-давно, почему-то у нас в Казахстане этого не было. Нам очень повезло, нам это в смысле в стране, что у нас есть Юрий Владимирович Пя и его прекрасная команда, это директор, он возглавляет научный национальный кардиохирургический центр сейчас в Астане. Удивительный человек для меня, он пример вот такого истинного патриотизма. Он очень долго работал за границей, прекрасно там жил, там очень хорошо оплачивается эта работа. И вдруг в какой-то момент он вернулся в Казахстан. И это вот, понимаете, из серии людей, которые просто посвящаются любимому делу. И он приехал, значит, и каждые три месяца подавал программу развития кардиохирургии в Минздрав. И как-то так получилось, что он вот в своей профессиональной среде, а мы снизу, потому что к нам приходят люди, мы собираем деньги, отправляем детей на лечение и хотим понять, как это сделать в Казахстане. Ему доверили вот этот центр, и он его создал так, как он должен быть на мировом уровне. И сегодня у нас в фонде нет детей, которые нуждаются в операции именно кардиохирургической за рубежом. Есть только те дети, которым нужно пересадку сердца делать. И это, и то, я уверена, что они бы смогли в центре сделать, просто нету доноров у нас именно среди детей. К нам приезжают из-за рубежа лечиться пациенты, платят деньги в Казахстан, чтобы прооперироваться в этом центре. Нас на международном уровне знают, и каждый раз, когда происходит там какое-то мероприятие международное, они говорят, опять будет. И вот когда мы видим вот этот опыт, у нас появляется второе дыхание и крылья. Потому что мы, хотя сейчас нам нужны такие люди в онкологии, в онкогематологии, в нейрохирургии, в том, что связано с ретинопатий новорожденных, да. У нас есть те диагнозы, по которым мы не можем справляться здесь, в стране. Допустим, нашим вопросом детей инвалидов, да, ДЦП и поражение ЦНС. Да, мне кажется, вот это только что я знаю, да. И мы ждем вот этих хедлайнеров в профессиональной среде. Мы ищем этих людей, которым не все равно, которые не будут встраиваться и тихо сидеть на своем месте и, ну, пусть делают свою работу, но они не будут двигать свою отрасль. И этим ваш фонд занимается в том числе? Мы ищем таких людей, потому что мы сейчас четко понимаем, что нам нужно сделать. Мы уже не врачи, хотя у нас есть врачи в команде, но мы знаем, что делать, как делать. Мы с этими предложениями выходим в правительство, в министерство, в то же АП. Мы работаем в поле, не в кабинетах. Мы работаем с людьми, у которых реально эта проблема. Мы вынуждены ее изучить, знать. И мало того, мы собираем свою статистику. Мы делаем прям базы данных по этим диагнозам. Мы проводим аналитическую большую работу, и мы туда выходим с исследованием. Кстати, о цифрах. Вот примерную сумму, на которой была оказана помощь за эти 11 лет, вы себе представляете? 15 миллионов долларов в районе, чуть больше. В общей сложности. Это круто. Это очень хорошо. Но здесь, понимаете, вопрос какой? Помощь оказывать тоже нужно с умом? То есть есть люди, которые на нас обижаются, потому что приходит семья, у них ребенок. Его действительно они лечат в Казахстане, но они хотят оперироваться в Европе или там где-то в Израиле, в США, где цены очень высокие. А при этом есть клиники в других странах, там Россия, Белоруссия, Украина, Индия, Китай, Южная Корея, Турция и так далее, где то же самое лечение, те же протокола, та же методика и то же оборудование, но стоят в разы дешевле. Наше право сказать людям нет, потому что если мы на эти деньги можем вылечить двоих или троих детей, почему мы должны идти на поводу желания человека, который, да, говорит, если бы это был ваш ребенок, вы бы тоже хотели лечить его в Германии, например. Но это очень несправедливо. И я хочу сказать, что у нас координаторы, например, это те мамы, которым когда-то помогали, и у которых умерли дети. Они пришли сюда к нам работать просто потому, что они не хотят, чтобы в жизни других людей происходила вот такая беда. И что если можно ребенка спасти, чтобы их можно было спасти, и мы говорим, что вы знаете, по правилам фонда мы рассылаем документы ребенка в разные клиники и уже смотрим, где более успешно это делается, где применять современные методики, но стоимость наиболее адекватная, мы отправляем туда. Я считаю это справедливо в отношении людей, которые жертвуют деньги, потому что мы должны максимально эффективно ими распорядиться. Мы оплачиваем счета клиник. То есть едет туда ребенок, если ему нужна помощь, она ему оказывается, и мы оплачиваем стоимость его лечения. Допустим, так раньше было, сейчас реже, обращаются люди. У меня больной ребенок, они даже предоставляют документы. Но они говорят, вы нам перечислите деньги на карточку, дайте нам деньги наличными. И когда ты им говоришь, вот вам, пожалуйста, клиника, покупайте билеты, летите, они исчезают. Я как раз хотел спросить, как вы относитесь к сбору средств через социальные сети? Вот сейчас тоже достаточно популярная тема. Я сам очень много получаю сообщений в Инстаграме, в Фейсбуке. Пожалуйста, помогите, пожалуйста, сделайте репост, пожалуйста, напишите. И прямо присылают фотографии больных детей. Не знаю, может быть, интуитивно всегда как-то пытаюсь немножко от этого абстрагироваться. Потому что, ну, во-первых, много вопросов, да, насколько это надежно, насколько это систематизировано, да, почему приходят ко мне, допустим, они к вам. Ну, я думаю, у вас достаточно тоже много таких запросов, наверное, через социальные сети. Ну, если человек, если ребенок действительно нуждается в этом лечении, и оно действительно, этот диагноз не лечится в Казахстане, то мы принимаем ребенка в акцию. Помимо этого, сотрудничаем сейчас очень плотно с Министерством здравоохранения. Я попозже об этом расскажу. Ну, вот по поводу этих сборов, которые в соцсетях. Например, мы не можем помочь, потому что родители хотят именно туда. А это дороже, чем туда, куда направляет фонд. Это право родителей собирать деньги. Но, как бы, если к нам обращаются и спрашивают, почему вы не помогаете вот этому ребенку, мы честно говорим, потому что они хотят ту страну, где это стоит дорого. Мы готовы им помочь. Вот, пожалуйста, как бы только родители не согласны. Это же они должны решать. Либо, например, бывают ситуации, когда собирают деньги, потому что не доверяют казахстанским врачам. Мы не можем поощрять такие вещи. Ну, это неправильно. Если это лечится в стране, если есть клиники, есть доктора, но если это лечится в стране, а ты хочешь лечиться за границей, я считаю, что когда у тебя есть свои деньги, и ты можешь это себе позволить, не проблема. Но мы же не можем тоже, как бы, как общество запретить сборы таким людям. То есть это все находится в той плоскости, когда человек, который оказывает помощь, он просто должен потратить время для того, чтобы понять. Но здесь вопрос еще того, что если даже родители собираются самостоятельно деньги, потом им кто-то подсказывает, и они обращаются к нам в фонд. У нас есть определенные условия. Мы говорим, что с момента начала сборов мы просим, чтобы предоставили нам банковские выписки. По закону люди имеют полное право не предоставлять. Но если они уже собрали какие-то деньги, это, допустим, половина стоимости операции, и мы можем, то есть нам нужно собрать эту половину, то это одно. А другое дело, когда просят фонд, бывают такие случаи, оплатить полностью лечение, при этом они своими сборами собрали там немало денег, это тоже нечестно. Даже скандалы бывали, вот волонтеры помогают, помогают семье. Это была реальная ситуация, кстати, в Фейсбуке. Потом они, как нас просят медиаторами выступать, они приглашают эту семью, у нас в фонде организуют встречу, потому что они взяли на эти сборы и заплатили кредит. И заплатили за операцию папе. А пришли к нам в фонд и просят, чтобы мы оплатили операцию ребенку. Я говорю, как? Я же видела эти сборы, я общалась с волонтерами, то есть они с нами советуются многие. Не может такого быть, вам же собрали. И тут начинается вот этот вот скандал, и понятно, что самое ужасное, что это вот взрослые, а страдает-то ребенок больше всего. То есть вот я должна что сидеть? Я уже понимаю, что этих денег нет, ребенку эта помощь нужна, но люди деньги собирали уже на этого ребенка. Как нам поступать? Это всегда такие очень тонкие вещи, когда мы обязаны перед людьми, просто соблюдать полную, так скажем, реальную картину происходящего. Но без необходимости я такие сборы не комментирую, потому что каждый раз, ну, это все равно, человек сам делает свой выбор, это родители, это их ребенок, и они вольны поступать так, как они считают нужным. Как вы вообще относитесь к социальной ситуации в стране? Я, допустим, считаю, что мы очень расточительный народ. Я считаю, что мы очень много денег тратим на какие-то вещи, которые, может быть, нам не совсем нужны, но которые можем покупать дорогие машины и так далее. Но при этом всегда появляется мысль, что эти средства могли бы быть использованы в более, скажем так, гуманных целях на помощь тем, кто действительно в этом нуждается. Как вы к ситуации в общем относитесь? Я считаю, что государство — это люди, и вот мы сами заслуживаем то, что мы имеем. То, что происходит, оно результат нашего существования, нашей жизни и отношения к себе, к своему будущему, к тому, что мы делаем. К сожалению, у нас люди не поднимают свои ответственности даже перед собой, даже перед своими детьми. Мы можем очень много в стране изменить, даже не собирая деньги. Мы можем просто рационально использовать те налоги, которые мы платим. Например, приходят родители детей, у которых инвалидность, ДЦП. Им нужна реабилитация. Реабилитации в стране нет. Она есть в двух республиканских центрах, которых не то что катастрофически не хватает, вот при том количестве детей, которые в ней нуждаются, можно считать, что у нас реабилитации в принципе в Казахстане нет. Они просят, чтобы им помогли в сборе средств или в оплате реабилитации за рубежом. Наши дети с такой инвалидностью — это та категория лечения и медицинской помощи, которая не обходится одной операцией. Это порог сердца можно, там опухоль можно вырезать. А реабилитация — это ежедневный, ежеминутный труд, который нужен ребенку в зависимости от сложности два раза в год, пять раз в год или непрерывно. Мы говорим, мамочки, вы должны начать путь, обратиться в Управление здравоохранения, в Акимат, с тем, что у вас ребенок, которому положено по закону социальная и медицинская реабилитация, весь пакет государственных услуг. У вас есть права, у вашего ребенка есть права, которые не реализуются. Вы должны пройти этот путь. Это, да, бюрократия, но тем не менее. Это единственное, что работает. Вы обращаетесь, они не могут обеспечить права ребенка, потому что у нас нет в стране этих условий. Тогда вы идете в прокуратуру и говорите, вот у моего ребенка есть права, они не обеспечиваются. Прокуратура, она тоже понимает, что в регионе нет реабилитационного центра, и там слишком много детей даже, чтобы вот их всех охватить, в принципе, даже если какой-то есть. Но прокуратура обязана защитить права гражданина, и они должны вынести какое-то решение в отношении органов исполнительной власти. Дальше мы идем в суд. Вообще в суд от нас должна пойти прокуратура. Которая будет говорить, ребенку положено, он имеет право, но ему никто это не обеспечивает. Суд, опять же, понимая, что ситуация неразрешимая, но они должны вынести решение, которое обусловлено законом и правами человека. И когда вот этих вот заявлений, решений, всего-всего, в регионе накопится какая-то критическая масса, потому что они раз не исполнили, два не исполнили, три, они должны будут уволить человека, они должны будут принять какие-то меры, этого чиновника наказать каким-то образом, который не исполняет это в итоге. И это должно, по сути, привести к тому, что это таким придет на заседание правительства и скажет, в бюджете следующего года вы мне просто, не то что обязаны, вы мне включите строительство реабилитационного центра настолько-то коек, потому что у меня столько-то детей инвалидов, которые нуждаются в том-то, том-то, том-то. И ежегодно еще появляется вот столько-то. Это появится, потому что люди будут требовать не то что решения проблем, а обеспечения своих прав. И наши налоги должны идти на это. И тогда будет вопрос такой. Каждый Аким скажет, что ему нужно решить эту проблему у себя в регионе. На республиканском уровне будет решаться вопрос по другим каким-то очень важнейшим, самым срочным социальным проблемам. И если тогда не хватит денег на экспо, у нас не будет экспо, понимаете? Вот пока мы не делаем в защиту своих прав ничего, а сидим на диване и на своих кухнях говорим, что все хреново, все козлы, никто ничего не делает, все такие бессовестные, а ты при этом даже палец о палец не ударил, чтобы у тебя в стране что-то изменилось, помимо того, что в фейсбуке написал или там где-нибудь. Мы так и будем жить. И мы заслуживаем то, что мы имеем. Вот я хочу, чтобы было понятно, мы гражданам помогаем, люди к нам приходят, и мы им четко прописываем, какие шаги они должны сделать. Мы доходим в решениях проблем до генеральной прокуратуры, до министров, до правительства, и мы видим, что это работает. Просто в некоторых случаях, когда речь идет о каком-то частном, единичном случае, достаточно пройти в сопровождении фонда вот этой семьи. А вот в таких глобальных ситуациях, когда, допустим, проблема с нашими детьми из ДЦП и другими похожими, это нужна просто воля граждан и определенное количество людей, которые будут права своих детей защищать. Ружан, я также знаю, что вы являетесь инициатором проекта «Казахстан без сирот». У меня следующий вопрос. Почему до сих пор детские дома в Казахстане существуют? Ситуация такая. Когда мы в 2006 году начинали этот проект, еще такие первые неумелые шаги, в системе детских домов воспитывалось 19 800 детей. На сегодняшний день, вот прошло 11 лет, 7 200. Это хорошие результаты, которые говорят о том, что со всех сторон работа идет, все равно предпринимаются меры. Огромная роль НПО. Я считаю, что в этом всем роль НПО, она в принципе решающая, потому что такие проекты, когда мама-мамы, каждый ребенок должен жить в семье, вот проект наставники, ассоциации приемных родителей и так далее, и так далее. Это вот такой прям конкретный пул, да, людей и организаций, которые очень помогли государству снизить количество детей в учреждениях. Вопрос в том, что результаты многих прокурорских проверок показывают, что эта система, она очень порочна. Финансирование идет по душевое. Чем больше детей в детских домах, тем больше денег выделяется в эту систему. Когда я участвовала в коллегиях генеральной прокуратуры, мы отрабатывали с ними прям несколько лет, мы увидели чудовищные вообще результаты. Это в 2013-2014 году, где, начиная с хищений, коррупции, нарушение имущественных прав детей, заканчивая тем же сексуальным насилием, которое, к сожалению, условия для вот этих преступлений против личности, против детей, они там идеальны на самом деле. Когда мы увидели результаты исследования ООН, ЮНИСЕФ, именно по ситуации в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в государственных учреждениях, где нам черным по белому Казахстану написали, что более 50% детей в этой системе подвергается систематическому насилию. Мы все сделали вид, как будто бы... Вот меня вот это тоже, знаете, я на многих блогеров иногда обижаюсь, потому что это такая тема, про которую должны все говорить. Вот не три ненормальные тетки, а вот все должны говорить. И это вот все вот так вот проходит мимо, и получается, что создается очень комфортное условие для освоения вот этих бюджетных денег. А источников финансирования там несколько. Это спонсорская помощь, которая в огромных количествах идет в детские дома. Это вот наши государственные бюджетные деньги. И это те деньги, которые зарабатываются на людях, которые хотят стать приемными родителями. Мы же все вот видим свидетелей, с роддомов детей продают людям, которые стоят в очереди на усыновление. И получается, при нашем попустительстве вот эта система монолитная, которая складывалась годами, она паразитирует на детях. Я хочу сказать, что в системе детских домов работают и хорошие люди, которые действительно, несмотря на вот это вот все, они заботятся о детях. Но, допустим, результаты проверки в прошлом году в Алматинской области, когда Габи Туревич, он проводил коллегию областную, они вообще вопиющие, понимаете? Порции еды занижаются в 2-3 раза. Там котлета должна быть 170 грамм, она 80, гарнира должно быть 200 там с чем-то грамм, а он 100. И как так можно? Это же еда, это же дети. Насколько вот, представляете, цинично, да, как бы люди относятся к тому, что даже на еде, на этой, они не то что экономят, это же куда-то исчезает, денег-то выделяется на то, насколько надо. Ремонт отопительной системы, замена оборудования. Не было ремонта, не было замены оборудования. Миллионы прошли. Или, например, дети попадают в детские дома, у них у многих, кстати, есть имущество. Мама умерла, осталось наследство, бабушки, дедушки и так далее. Есть квартиры, есть дома. Мы сопровождались ситуацией, когда наглым образом ребенок выпускается из детского дома, хорошо, если он взрослый, он помнит, что у него есть жилье. А ребенок в 3, в 5, в 7, в 8 лет, он же даже не понимает, что у него есть это имущество, есть это право. Оно растворяется в неизвестном направлении. Факты эти устанавливаются и выявляются, это так. И мы говорим о том, что очень тяжело приемным родителям найти ребенка и взять его в семью. Какие, представляете, сколько сопротивления только наша организация преодолела до тех пор, пока был открыт банк данных детей, оставшихся без попечения родителей, государственный. И то, как он сейчас работает, очень большой вопрос. И для того, чтобы его запустить, понадобилось, им, они запросили, комитет по охране права детей, 500 миллионов тенге, когда эта работа, она стоит в разы дешевле. Вот это все, понимаете, оно сейчас находится в стадии самой резкой как бы конфронтации. Это уже такая стадия, когда правоохранительные органы обступают со всех сторон, они перестали не обращать внимания. Там, бюро по противодействию коррупции, прокуратуры, ДВД и так далее, они все сжимают вот это вот кольцо, выявляются эти все преступления. Я хочу вам пожелать удачи в вашей борьбе. На самом деле, очень за вас переживаю, также буду всячески помогать, если такая помощь будет нужна. У нас есть небольшой блиц-опрос в конце наших передач. Я задаю быстрые вопросы, буквально несколько секунд на размышление. Первое, что приходит на ум, как свои силы восстанавливает оружиен Сайн? Я люблю балет, я в семье вообще восстанавливаю, но самый мощный для меня такой активатор это вода. И мое самое любимое вообще вот место теперь, вот там, где у меня действительно такая прямая связь со Вселенной, с природой, это Красное море. Там удивительный подводный мир, и я очень надеюсь, что когда-нибудь я все-таки получу. Мы заработаем много денег, у нас будет очень много возможностей и свободного времени для того, чтобы проводить там вот столько времени, сколько хочется. Второй вопрос, что является для вас главным достижением на сегодняшний день? Мне кажется, что самое вот такое главное, наверное, еще должно впереди произойти. Я очень надеюсь, что он мне не позади. 15 миллионов долларов за 19 лет, но это достаточно много. Вот знаете, когда мы закроем проект, все свои проекты, Касан Бессирот, потому что все дети в семье будут, и у нас будут профессиональные, фостерные семьи, если ребенок остался без попечения родителей, он не будет попадать в детский дом, он будет попадать в семью, где ему, вот именно ему будут помогать справиться на первых этапах. Когда мы в Казахстане построим все клиники и внедрим все необходимые для того, чтобы самим помогать стране, а еще сделаем это на таком уровне, что к нам будут приезжать из-за рубежа, и мы будем зарабатывать на этом. Когда мы, ну, наверное, начнем помогать зарубежным странам, потому что у нас в Казахстане все будет так в порядке, вот это вот будет вот то же, что вы говорили. Все достижения впереди еще. Ну, для меня. То есть для кого-то это может быть там, я не знаю, в чем-то другом, но для меня вот это важно. Ну, и последний вопрос. Вот главный, может быть, какой-то жизненный принцип, может быть, какой-то там слоган, которому вы следуете. Девиз, наверное, вот такой, что нужно быть искренним и знать, в чем на самом деле есть настоящая ценность. Мне очень повезло, что я вот прям словами выразить не могу, но интуитивно это все ощущаю. Друзья, у нас сегодня в гостях был во всех смыслах красивый человек. Ружан, спасибо большое за то, что вы сегодня пришли. Я думаю, что после нашей сегодняшней передачи многие из вас задумаются о благотворительности, о вашей социальной ответственности, о вашей гражданской позиции. Подумайте над всем этим под прекрасный аккомпанемент Талисман Бэнд. Всем пока! До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok